Мы в Мурманске, столице Арктики и самом крупном городе Заполярье. Мы этой зимой доехали до самой северной точки Дальнего Востока, мыса Пакса, до самой северной материковой точки России, мыса Челюскин. И теперь мы попробуем также в зимний период добраться до самой северной европейской части России, мыса Немецкой. Поехали! ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Мурманскую область и тянется до границы с Норвегией. Длина ее составляет 1592 километра и она считается одной из красивейших дорог России. Своё второе название, путь северную сиянию, она имеет, потому что это самый короткий путь Заполярье в европейской части России. И в сезон тут можно увидеть северное сияние. Вот такие фотографии я делал недалеко от границы Норвегии и России в Мурманской области. На трассе Пола мы еще пересекаем Полярный Круг и здесь находился самый доступный для жителей европейской части России знак Стелла Полярного Круга. Причем это был самый западный знак в России. Но его больше нет. Нет, потому что его убрали. Убрали по причинам безопасности. Причем не просто сняли самый памятный знак, но еще и перекопали все, чтобы там никто не останавливался. И чтобы не было никакого даже воспоминания о том месте, что здесь когда-то стоял знак. Будем надеяться, что местные власти когда-нибудь здесь сделают нормальную площадку, нормальный красивый знак с нормальной стоянкой. И мы сможем снова возле его фотографироваться. Причем мы в этом месте были уже не раз и можем показать, как этот знак выглядел раньше. После пересечения Полярного Круга и границ Мурманской области виды резко меняются. Плоские и ровные участки уступают место серпантинам и перевалам. И взору открываются виды могущественных хибин. Чем дальше на север уходит дорога, тем больше зачаровывают пейзажи. Таежные сосны и ели постепенно сменяются редколесиями лица тундры и кустарниками тундры. Итак, мы в Мурманске и снова в Арктике. А в Арктике на чем нужно ездить? На автомобилях Артик Тракс. И в этот раз у нас китайский автомобиль Танк 300. В модификации Артик Тракс АТ-35. И его ждет настоящее приключение. Мы попробуем на нем топтать снег, пробивать колею. И вообще, в принципе, испытаем его в серьезных зимних условиях. Мурманск это самый большой город в мире за полярным кругом, который считается столицей Арктики. Это город на сопках, поэтому рельеф его весьма непрост. С горки на горку. Отчего и образовался необычный мурманский пейзаж. На одной из самых высоких сопок стоит памятник защитникам Заполярья, который в народе принято называть Алеша. И это памятник каждому отважному герою, каждому безымянному солдату, защищавшему Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Со смотровой площадки около памятника открывается замечательный панорамный вид на Мурманск и порт города. В этом порту стоит первый атомный ледокол «Ленин», построенный для обслуживания Северного морского пути. Прослуживший стране 30 лет, сейчас он открыт для посетителей как музей. Сейчас на севере уже начинается полярная ночь, и световой день буквально близится к нулю. Короче, вы видите, за окном ночь, и мы вот фактически в эту ночь уходим в Титовку. В Титовке мы будем ночевать, даже не в Титовке, мы, наверное, попробуем подняться куда-нибудь на перевал, начнем подъем, чтобы как можно раньше, утром, если это можно назвать утром, потому что почти всегда так, постоянно, светлого дня будет около двух часов. Как можно раньше выехать, чтобы по-светлому захватить уже там, быть там, на рыбачах. Ну и, соответственно, максимально постараться показать при свете вам самую северную точку европейской части России. Если мы туда попадем. По продолжению трассы Кола, которая идет в сторону Норвегии, мы доехали до КПП Титовка. Здесь нужно предъявить паспорта, если вы гражданин России. А если вы хотите дальше, до Печенгеля, Хамаре, и Никеля, кстати, то нужен погранпропуск. Который нужно заранее заказывать. После КПП Титовка мы свернули на север, в сторону полуострова Средний и Рыбачий. И здесь будем ночевать, будем ночевать в машине. Ну и сейчас покажем, как это все тут будем раскладывать. Вы знаете, одно из самых важных качеств любого автомобиля для путешествий, к которому вы собираетесь куда-то ехать на длинное расстояние, и это, конечно же, чтобы сидения раскладывались так, чтобы можно было удобно спать. Здесь действительно удобно, поэтому спокойной ночи, и завтра утром мы продолжим. Добрых снов! Всем доброе утро! Легли темно, сейчас темно, но зато здорово выспались. Ну, вот спинка была чуть-чуть бы еще вниз, опускалась бы вообще, было бы идеально. Короче, сейчас завтракаем, ну и пробуем пробиться на север. У нас всего лишь несколько часов светового дня пока осталось, поэтому будем по максимуму их использовать. У нас тут за ночь еще выпал снег, поэтому начинаем утренние процедуры с того, что спускаем колеса. Ты до скольки спускаешься? Ну, пока 0,8, а там дальше посмотрим. Пока 0,8 такой, как раз 0,8 это такое среднее давление, на котором можно ездить и быстро достаточно, по дорогам не общего пользования, а уже таким лесным. И резина еще очень хорошо держится на диске, и уже, в принципе, начинают появляться такие задатки первые, какой-то нормальной более-менее проходимости. Поэтому пока 0,8, а там будем дальше смотреть. Кстати, шины у нас китайские Нанканг. Здесь эта липучка. У меня есть опыт лет 10 назад, еще первый Нанканг в 35-м размере. У нас был на севере, в Арктике, в Уренгое шипованный. Ну и я могу сказать, что вполне нормально. Мы достаточно много на нем на сильно спущенном ездили. И каких-либо сильных нареканий к ним нет. То есть нормальная резина работает, спускается. Единственное, с балансировкой был не очень. Но вот эта резина, мы на ней проехали уже несколько тысяч километров, отлично отбалансирована. Не бьет ничего, на хороших скоростях все было хорошо. И держать у нее тоже ничего. Мы сейчас находимся пока внизу, среди деревьев. Но тут уже такой неприятный, пронизывающий холодный ветерок. Туда дальше на перевал. И побережье, судя по прогнозу, будет еще он сильнее. Где-то 10-15 метров в секунду. Поэтому нужно утепляться. Как и в любом современном автомобиле, и у нас в колесах установлены датчики. И мы по ним, кстати, это очень удобно. Вот как раз на бездорожье. Правда, немножко система мер другая. Но мы спустили, мы видим, что равномерно спущены колеса, равномерное давление. И по ним очень хорошо контролирует как раз низкое давление. Здесь, к нашей радости, машина не орет, не пищит. Просто красненьким теперь все горит, что слишком низкое давление. Но проблем нет. Можно посмотреть. Мы вывели на монитор. И когда ты движешься на очень низком давлении, ты всегда можешь разуться. У тебя может попасть грязь под оба, ты колесо начнет спускать. Поэтому это очень удобная вещь. На бездорожье. Дорога от КПП до полуострова Средний одна. Ошибиться невозможно. Тем более, зимой ее чистят до клемпинга Китовый берег. Сейчас через перевал Мусто-Тунтери строится новая дорога. Она закрыта шлагбаумом строителями. Но нам повезло. Новая дорога частично строится по местам, где проходила Швабская дорога. Ее строили немецкие инженеры в 1941 году для снабжения своих войск. Было построено около 40 километров дороги с мостами через многочисленные ручьи и речки вдоль укрепленных батарей, блиндажей и дотов, соединяя Печенгу с хребтом Мусто-Тунтери. Зимой, по понятным причинам, ее не видно. Но посмотрите, как тут красиво летом. Доехали до базы Китовый берег. До сюда чистится дорога. Халява закончилась. Дальше на полуостров. Средний и рыбачий уже дороги нет. И нужно как-то пробиваться. Ну что, снега тут нормально. Не спуская колеса, машина не едет. То есть на 0,8 это просто уже нереально абсолютно ехать. Сразу же машина встала. Пытаюсь качать, она не качается. Поэтому травим где-то до 0,4. Дальше будем смотреть. Дальше будем смотреть. Мусто-Тунтери – это широкий хребет, разделяющий материк с полуостровами Средний и рыбачий. На этом перевале впервые забуксовал немецкий план Барбаросса. Здесь же находится музей обороны, где рассказывается о событиях тех лет. Поддерживает много лет от музей Юрий Александрович Кобяков. Немцам стратегически было необходимо прорвать эту линию обороны. Если бы они захватили полуострова Средний и рыбачий, то могли бы перекрыть единственный советский незамерзающий порт – Мурманск, куда велось снабжение Красной Армией союзниками. Встречаем рассвет на полуострове Средний. Здесь мы двигаемся по восточному берегу, где снега благодаря направлению ветра почти нет, все выдато. Это, конечно, радует, потому что на рыбачьем и захолмистой местности ожидаются переметы, где придется поработать и потратить много времени. На рыбачьем снега еще больше начинаются новые препятствия в виде ручьев. Часть маршрута вообще можно пройти только по береговой линии во время отлива, поэтому мы заблаговременно скачали график, чтобы знать, сколько у нас есть времени, чтобы иметь возможность выбраться отсюда обратно на материк. А теперь посмотрите, как эти места выглядят летом. А сейчас здесь одни сугробы и переметы. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Лёх, доехали. Немецкий самая северная материковая европейская часть России. Решили заехать на мысе немецкий еще на самый северный маяк. Европейской части России. Да, он называется Вайдагубский, очень известный. Ну и очень красивый. Точно. Погода-то портится, да, Сань? Ветер поднимается. Да, прогноз не подкачал. Что обещали, то и начинается. К сожалению, самого маячника мы не нашли, но появилась еще одна идея. Здесь находится прямо неподалеку полярная станция. А Саша любит заезжать на полярные станции. Я их коллекционирую. Да, и ставит там штампы. Я практически все полярные станции вдоль побережья нашей Арктики посетил. Можно сказать, все, кроме одной. Вот. И вот, кроме двух, сейчас еще одна. Вот этот синий домик за нашей спиной. Это не синий домик, это моя синяя куртка. А, в том числе. Этот синий домик за нашей спиной, это полярная метеостанция Вайда Куба. Причем, с одной стороны находятся жилые помещения, там живут метеорологи. Их четыре здесь. А с другой стороны рабочие помещения, где они вот выходят и работают. Метеостанция находится на берегу, на берегу Вайда Кубы. Мы наконец-то до нее добрались. Я третья, у меня уже попытка сюда. И вот, наконец-то, как говорится, поклик троицу. И снова по снегу, снова пробивались. И приехали, в том числе и на метеостанцию. И если вы мечтаете жить и работать на море, то вам тогда, в Росгидронет. Мы опять застряли. Да, все-таки быстро. О, у меня дверь не открывается. Видимо, придется покопать. Помимо того, что забраться в это место, надо еще отсюда и выбраться. Как и везде в Африке, здесь ничем не отличается. Пробиться мы всегда пробились, но начали выезжать и тут же вот прилипли, как вы видели. И впереди метель, метель только усиливается. Поэтому надо ускоряться. Рвем когти. Расход здесь, так как машина бензиновая, колеса 35 и очень высокий. В среднем у нас получилось бы выше 20 литров. Это с асфальтом, это с дорогой сюда больше 100 километров. И приходится, видите как, при том, что бак 80 литров, приходится доливать бензин. У нас две канистры и мы даже прям переживаем, хватит ли нам до дома. Выбрались в цивилизацию, на КПП Титовка. Сейчас главная задача накачать колесики, перекусить, ну и двигать дальше. С моря сувенир морская капуста. С моря сувенир морская капуста.